Исполняя рекомендации, выработанные в ходе заседания антитеррористической комиссии, полиция нашего города провела специальное мероприятие по выявлению нелегальных иммигрантов. Правда, к моменту приезда в условленное место, иммигрант был всего один и вполне себе легальный. Патент на работу существует, да? Да, нет патент. Как выяснилось, с документами у Хамедулы, так зовут гостя нашей родины, все в порядке. И хотя он плохо говорит по-русски, подобные мероприятия он одобряет, считает, что они необходимы. Как вы относитесь к таким проверкам? Считаете, они нужны, не нужны? Ну, в принципе, нужны, потому что человек должен официально работать. Поэтому это же наверняка надо. Я так и думаю. Пожалобить жителей в рамках антитеррористических мероприятий участковый электрогорского отдела полиции выехал с проверкой по одному из адресов. Можно документы ваши посмотреть? Да. Как выяснилось, при проверке документов девушка является гражданкой Российской Федерации и проживает уже два месяца на съемной квартире с мужем. Альбина, уроженка Киргизии, террористов боится сама, всегда обращает внимание на бесхозные вещи и к проверке относится с пониманием. Шумно же было в квартире, потому что на днях она отмечала день рождения. В будущем семья будет внесена в паспорт административного участка, для того, чтобы в базе полиции об этих жителях уже была информация. Целью наших обходов, прежде всего участковых и уполномоченных, заключается в том, чтобы своевременно выявлять концентрацию иностранных граждан, прежде всего выходцев из Северокавказского региона и Средней Азии. Буквально в начале ноября уже проводились рейды, по ним составлено семь протоколов. Степень наказания будет определять Павлово-Посадский городской суд. Это либо выдворение, либо штраф. Однако нелегальных иммигрантов, надо отметить, стало все же меньше. Я бы отметил некоторые сокращения количества мигрантов, которые прибывают к нам, в частности, Электрогорск. В какой-то степени этому способствует экономическая ситуация, как в стране в целом. Потому что во многом и данным гражданам невыгодно приезжать и зарабатывать в России из-за курса доллара и рубля. В том числе, благодаря проводимой политике, как государственных властей, так и со стороны органов полиции. Потому что большое количество граждан просто выдворяется. По решению суда в течение пяти лет они не имеют права въезжать на территорию Российской Федерации. Важно не забывать, что зачастую, именно благодаря жителям, полиция своевременно реагирует и выявляет правонарушения. Продолжение следует...